всем привет итак начинаем знакомство с такой технология которая называется куда от nvd и в этом видео но возможно еще парочки следующих я просто буду брать информацию из пары книг который который я купил ну еще из интернета и как бы виду где-то будет такая небольшая история появление этого всего и что это такое что такое куда ну и целом и информации ну я купил купил две небольшие книги первое это у нас первое это у нас куда в примерах введение в программирование графических процессоров авторы джейсон сандерс и эдвард кендерот а вторая книга называется основы работы с технологией куда авторы борисков а в и хорламов а а ну еще конечно интернеты всякие всякие интернеты сама технология довольно таки уже можно сказать старенькая и все идет в сторону просто увеличение ядер а вы возможно замечали что в видеокартах от инвидео есть такое понятие как куда ядра к этому мы подойдем и подойдем к разбору небольших примеров начиная от холлорда и пойдем дальше ну а сейчас давайте заслу заслушайте вот так скажем общую информацию о том что такой куда если вам конечно же интересно и так за последние годы в компьютерной индустрии произошло немало событий повлекших за собой масштабный сдвиг в сторону параллельных вычислений 2010 году почти все компьютеры потребительского клада с класса уже были оборудованы многоядерными центральными процессорами с появлением дешевых двух ядерных нетбуков и рабочих станций с числом ядер от 8 до 16 параллельно до 16 параллельно вычисления перестают быть привилегии экзотических суперкомпьютеров и mainframe более того даже в мобильные телефоны и портативные аудиоплееры производители постепенно начали устраивать средства параллельной обработки стремясь наделить их их такой функциональности которая была бы немыслимо для устройств следующего точнее предыдущего поколения разработчики программного обеспечения испытывают все более настоятельную потребность в освоении разнообразных платформ и технологий параллельных вычислений чтобы предложить все более требовательным и знающим пользователям новаторские и функциональные насыщенные решения время командной строки уже давно ушло и настает время многопоточных графических интерфейсов сотовые телефоны умеющие только звонить можно сказать уже вымерли и уже на и смену давно пришли не просто телефоны а уже называются смартфоны такие небольшие компьютеры которые умеют ну умеют не просто звонить а еще и играть и навигацию прокладывать путь и играть видео аудио лазить в интернетах очень много всего течение 30 лет одним из основных методов повышение производительности бытовых компьютеров было увеличение тактовой частоты процессора первых персональных компьютерах появившихся в начале 1980-х годов генератор тактовых импульсов внутри центрального процессора работал на частоте 1 мегагерца или около того прошло уже больше 30 лет и теперь тактовая частота процессоров в большинстве настольных компьютеров составляет от 2 до 4 гигагерц то есть примерно в тысячу раз быстрее своих прародителей хотя увеличение тактового генератора далеко не единственный способ повышения производительности вычислений он всегда был наиболее надежным из всех однако последние годы производители оказались перед необходимостью искать замену этому традиционному источнику повышения быстродействия из-за фундаментальных различий ограничения при производстве интегральных схем уже невозможно рассчитывать на увеличение тактовой частоты процессора как средство получения дополнительной производительности от существующих архитектур ограничение на потребляемую мощность и на тепловыделение а также быстро приближающийся физический предел размера транзистора заставляет исследователей и производителей искать решение в другом месте тем временем супер компьютеры оставаясь в стороне от мира потребительских компьютеров на протяжении десятков лет добивались повышение производительности сходными методами производительность применяемых в них процессором росла столь же быстрыми темпами как и в персональных компьютеров однако помимо впечатляющего повышения быстродействия одного производители супер компьютеров нашли и другой источник роста общей производительностью а именно увеличение числа процессоров. Самые быстрые современные суперкомпьютеры насчитывали десятки и сотни тысяч процессорных ядер, работающих согласованно. И глядя на успехи суперкомпьютеров, естественно задаться вопросом, а может быть не гнаться за повышением производительности одного ядра, а поместить в персональный компьютер несколько таких ядер. При таком подходе мощность персональных компьютеров можно наращивать и дальше, не пытаясь любой ценой увеличить тактовую частоту. В 2005 году, столкнувшись с ростом конкуренции на рынке и имея не так уж много вариантов выбора, ведущие производители центральных процессоров стали предлагать процессоры с двумя вычислительными ядрами вместо одного. В последующие годы эта тенденция продолжалась. Выпуском центральных процессоров с тремя, шестью и восемью ядрами. Эта так называемая мультиядерная революция знаменовала колоссальный скачок в развитии рынка потребительских компьютеров. Сегодня весьма затруднительно купить настольный компьютер с одним единственным процессорным ядром. Даже самые дешевые, маломощные центральные процессоры содержат не менее двух ядер. Ведущие производители центральных процессоров уже анонсировали планы выпуска с 12, 16 и более ядрами, лишний раз подтвердив, что настало время параллельных вычислений. И вместо центрального процессора уже, даже не вместо, а на помощь центральному процессору уже подходит, точнее не подходит, мы уже можем использовать GPU. Сам термин GPU, Graphic Processing Unit, был впервые использован корпорацией Nvidia для обозначения того, что графический ускоритель, первоначально используемый только для ускорения трехмерной графики, стал мощным программируемым устройством, процессором, пригодным для решения широкого класса задач, никак не связанных с графикой. Сейчас современные GPU представляют из себя массивно параллельные вычислительные устройства с очень большим быстродействием, свыше одного террафлопа и большим объемом собственной памяти. Однако начиналось все более чем скромно. Первые графические ускорители Voodoo компании 3DFX представляли из себя фактически просто растеризаторы, переводящие треугольники в массивы пикселей с поддержкой буфера глубины. Наложение текстур и альфа-блендинга. При этом вся обработка вершин проводилась с центральным процессором, и ускоритель получал на вход уже отображенные на экран, то есть спроектированные вершин. Однако именно эту очень простую задачу Voodoo умел делать достаточно быстро, легко гоняя универсальный центральный процессор, что собственно и привело к широкому распространению графических ускорителей 3D графики. Причина этого заключалась в значительной степени в том, что графический ускоритель мог одновременно обрабатывать сразу много отдельных пикселев, пусть и выполняя для них очень простые операции. Вообще традиционные задачи рендеринга очень хорошо подходят для параллельной обработки. Все вершины можно обрабатывать независимо друг от друга. Точно так же отдельные фрагменты, получающиеся при растеризации треугольников, тоже могут быть обработаны совершенно независимо друг от друга. После своего появления ускорители трехмерной графики быстро эволюционировали. При этом помимо увеличения быстродействия, так же росла и их функциональность. Так графические ускорители следующего поколения, например Riva TNT, уже могли самостоятельно обрабатывать вершины, разгружая тем самым центральный процессор и одновременно накладывать несколько текстур. Следующим шагом было увеличение гибкости при обработке отдельных фрагментов, пикселев, с целью реализации ряда эффектов, например, попиксельного освещения. На этом этапе развития сделать полноценно программируемый обработчик фрагментов было нереально, однако довольно большую функциональность можно было реализовать при помощи появившихся в GeForce 256 регистр комбайнеров. Это были блоки, способные реализовать довольно простые операции, например, вычисление скалярного произведения. При этом эти блоки можно быстро настраивать и соединять между собой входы и выходы, Проведя необходимую конфигурацию регистр комбайнеров, можно было реализовывать основные операции по пиксельному освещению. В настоящее время графические ускорители, используемые в iPhone и iPod Touch, также поддерживают регистр комбайнеры. Следующим шагом было появление вершинных программ GeForce 2. Можно было вместо фиксированных шагов по обработке вершин задать программу, написанную на специальном ассемблере. И данная программа выполнялась параллельно для каждой вершины, и вся работа шла над числами типа Float, размером 32 бита. Следующим принципиальным шагом стало появление подобной функциональности уже на уровне отдельных фрагментов. Возможности задания обработки отдельных фрагментов при помощи специальных программ. Подобная возможность появилась на ускорителях серии GeForce FX. Используемый для задания программ обработки отдельных фрагментов ассемблер был очень близок к ассемблеру для задания вершинных программ, и также проводил все операции при помощи чисел типа Float. При этом так вершинные, так и фрагментные программы выполнялись параллельно. Графический ускоритель содержал отдельно вершинные процессоры и отдельно фрагментные процессоры. Поскольку количество обрабатываемых в секунду пикселов было очень велико, то получаемое в результате быстродействия в флопах также было очень большим. Фактически, графические ускорители на тот момент стали представлять с собой мощные SIMD процессоры. Термин SIMD, Single Instruction Multiply Data, обозначает параллельный процессор, способный одновременно выполнять одну и ту же операцию над многими данными. Фактически, SIMD процессор получает на вход поток однородных данных и параллельно обрабатывает их, порождая тем самым выходной поток. Сам модуль, осуществляющий подобное преобразование входных потоков в выходные, принято называть ядром, кернел. Отдельные ядра могут соединяться между собой, приводя к довольно сложным схемам обработки входных данных. Добавление поддержки текстур со значениями в форматах с плавающей точкой, 16 и 30-битовые типы float, вместо используемых ранее 8-битовых беззнаковых целых чисел, позволило применять фрагментные процессоры для обработки больших массивов данных. При этом, сами такие массивы передавались в GPU, как текстуры со значениями компонент типа float, и результат обработки также сохранялся в текстурах такого же типа. Фактически, мы получили мощный параллельный процессор, на вход к которому можно передать большой массив данных и программу для их обработки, и на выходе получить массив результатов. Появление высокоуровневых языков для написания программ для GPU, таких как CG, GLSL и HLSL, заметно облегчило создание подобных программ обработки данных. В результате возникло такое направление, как GPU, General Purpose Computing on Graphics Processing Units, использование графических процессоров для решения неграфических задач. За счет использования высокой степени параллелизма, довольно быстро удалось получить очень высокую производительность, ускорение по сравнению с центральным процессором, и часто это ускорение достигало 10 раз. Оказалось, что многие ресурсоемкие вычислительные задачи достаточно хорошо ложатся на архитектуру GPU, позволяя заметно ускорить их численное решение. Так, многие игры используют довольно сложные модели для расчета волн в воде, решая при этом дифференциальные уравнения на GPU в реальном времени. Всего за несколько лет за счет использования GPU удалось заметно ускорить решение ядра сложных вычислительных задач, достигая ускорения в 10 и более раз. Ряд процедур обработки изображений и видео с переносом на GPU стали работать в реальном времени, вместо нескольких секунд на один кадр. При этом разработчики использовали один из распространенных графических API, а именно OpenGL и Direct3D, для доступа к графическому процессору. Используя такой API, подготавливались текстуры, содержащие необходимые входные данные. И через операцию рендеринга, обычно просто прямоугольника, на графическом процессоре запускалась программа для обработки этих данных. Результат получался в виде текстур, которые потом считывались в память центрального процессора. Фактически программа писалась сразу на двух языках. На традиционном языке программирования, например это C или C++, и на языке для написания шейдеров. Часть программы, написанная на традиционном языке программирования, отвечала за подготовку и передачу данных, а также за запуск на GPU программ, написанных на шейдерных языках. Однако, традиционный GPGPU обладает и рядом недостатков, затрудняющих его распространение. Все эти ограничения непосредственно связаны с тем, что использование возможностей GPU проходит через API, ориентированной на работу с графикой OpenGL или Direct3D. И в результате, все ограничения, изначально присущие данным API, и вполне естественные с точки зрения графики, влияют на реализацию расчетных задач, где подобные ограничения явно избыточны. Так, в графических API полностью отсутствует возможность какого-либо взаимодействия между параллельно обрабатываемыми пикселами, что в графике действительно не нужно. Но для вычислительных задач оказывается довольно желательно. Еще одним ограничением, свойственным графическим API, является отсутствие поддержки операций типа Scatter. Простейшим примером такой операции служит построение гистограмм по входным данным, когда очередной элемент входных данных приводит к изменению заранее неизвестного элемента или элементов гистограмма. Это связано с тем, что в графических API шейдер может осуществлять запись лишь в заранее определенное место, поскольку для фрагментного шейдера заранее определяется, какой фрагмент он будет обрабатывать, и он может записать только значение для данного фрагмента. Еще одним унаследованным недостатком является то, что разработка ведется сразу на двух языках программирования. Один традиционный, соответствующий коду, выполняемую на центральном процессоре, и другой шейдерный, соответствующий коду, выполняемую ему на GPU. Все эти обстоятельства усложняют использование GP-GPU и накладывают серьезные ограничения на используемые алгоритмы. Поэтому вполне естественно возникла потребность в средствах разработки GP-GPU приложений, свободных от этих ограничений и ориентированных на решение сложных вычислительных задач. В качестве таких средств выступают CUDA, OpenCL, DX11, Compute Shaders. И раньше единственным способом взаимодействия с GPU, как вы уже поняли, оставались графические API, ну перечисленные графические API, OpenGL и DirectX. Сейчас же уже с появлением CUDA и подобных технологий можно уже напрямую, не используя этот графический интерфейс, напрямую работать с GPU. По существу, GPU начало 2000-х годов предназначалось для вычисления цвета каждого пикселя на экране с помощью программируемых арифметических устройств, пиксельных шейдеров. В общем случае, пиксельный шейдер получает на вход координаты X и Y, точки на экране и некоторую дополнительную информацию, а на выходе должен выдать конечный цвет этой точки. В качестве дополнительной информации могут выступать входные цвета, текстурные координаты или иные атрибуты, передаваемые шейдеру на этапе его выполнения. Но поскольку арифметические действия, производимые над входными цветами и текстурами, полностью контролируются программистам, то, как заметили исследователи, в качестве цветов могли выступать любые данные. Если на вход подавались числовые данные, содержащие не цвета, то ничто не мешало программисту написать шейдер, выполняющий с ним произвольные вычисления. ГПУ возвращал результат как окончательный цвет пикселя, хотя на самом деле цветом оказывался результат запрограммированных вычислений над входными данными. Результат можно было считать в программу, а ГПУ было безразлично, как именно он интерпретируется. Таким образом, программист обманом заставлял ГПУ проделывать вычисления, не имеющие никакого отношения к рендерингу, подавая их под личиной стандартной задачи рендеринга. Трюк остроумный, но уж больно неестественный. Кроме всего прочего, всякий человек, который все-таки хотел использовать ГПУ для выполнения вычислений общего назначения, должен был выучить OpenGL или DirectX, так как никакого другого способа взаимодействия с ГПУ не было. А это означает, что не только данные следует хранить в виде графических текстур и вычисления над ними выполнять путем вызова функций OpenGL или DirectX, но и сами вычисления записывать на специальных языках графического программирования, уже упоминавшиеся шейдерные языки. Необходимость работать в жестких рамках ограничений на ресурсы и способы программирования, да при этом еще изучать компьютерную графику и шейдерные языки и все только для того, чтобы в будущем воспользоваться вычислительной мощью ГПУ оказалось слишком серьезным препятствием на пути к широкому применению технологий. Лишь спустя пять лет после выпуска серии GeForce 3 наступил рассвет ГПУ вычислений. В ноябре 2006 года Nvidia торжественно объявила о выпуске первого в истории ГПУ с поддержкой стандартного стандарта DirectX 10 и это была карта GeForce 8800 GTX. Карта была построена на архитектуре CUDA. Она включала несколько новых компонентов предназначенных исключительно для ГПУ вычислений и призванных снять многие ограничения которые препятствовали полноценному применению прежних графических процессоров для вычислений общего назначения. В отличие от предыдущих поколений ГПУ в которых вычислительные ресурсы подразделялись на вершинные и пиксельные шейдеры в архитектуру CUDA включен унифицированный шейдерный конвейер позволяющий программе выполнять вычисления общего назначения. задействовать любое арифметически логическое устройство входящее в микросхему поскольку NVIDIA рассчитывала что новое семейство графических процессоров сконструированы с учетом требований IEEE к арифметическим операциям то есть это стандарт к числам с плавающей запятой и арифметическим операциям так вот сконструированы с учетом требований к арифметическим операциям над числами с плавающей точкой одинарной точности кроме того был разработан набор команд ориентированный на вычисление общего назначения а не только на графику наконец исполняющим устройством ГПУ был разрешен произвольный доступ к памяти для чтения и записи а также доступ к программно управляемому кэшу получившему название разделяемая память или shared memory все эти средства были добавлены в архитектуру CUDA с целью создать ГПУ который отлично справлялся бы с вычислениями общего назначения а не только с традиционными задачами компьютерной графики однако усилия NVIDIA направлены на то чтобы предложить потребителям продукт одинаково хороший приспособленный для вычислений общего назначения и для обработки графики не могли ограничиться разработкой оборудования построенного на базе архитектуры CUDA сколько бы новых возможностей для вычислений не включало NVIDIA в свои микросхемы все равно единственным способом доступа к ним оставался OpenGL или DirectX и значит пользователи по-прежнему должны были маскировать вычисления под графические задачи и оформлять их на шейдерных языках чтобы охватить максимальное количество разработчиков NVIDIA взяла стандартный язык C и дополнила его несколькими новыми ключевыми словами позволяющими задействовать специальные средства присущие архитектуре CUDA через несколько месяцев после выпуска GeForce 8800GTX так NVIDIA открыла доступ к компилятору нового языка CUDA C он стал первым языком специально разработанным компанией по производству GPU с целью упростить программирование GPU для вычислений общего назначения помимо создания языка для программирования GPU NVIDIA предлагает специализированный драйвер позволяющий использовать возможности массивно параллельных вычислений в архитектуре CUDA теперь пользователям нет нужды изучать программные интерфейсы OpenGL или DirectX или представлять свои задачи в виде задач компьютерной графики ну и на данный момент язык CUDA C разработанный компанией NVIDIA пока что является одним из самых успешных языков для параллельных вычислений и так что можно сказать еще еще можно сказать что CUDA это принципиально новая архитектура которая стала возможной только благодаря невероятному улучшению технологических процессов за последние годы миллиарды транзисторов на кристалл обернулись сотнями вычислительных CUDA модулей причем важно что этот рост техпроцесса произошел вширь а не вглубь то есть вылился не в повышение тактовой частоты а именно в увеличение площадей кристалла если бы открыли какой-то способ повышения тактовой частоты вместо утончения норм производства то ни о какой CUDA и речи бы не шло так как современные высококонвейеризированные центральные процессоры достигли бы высоких частот и превосходной производительности в однопоточном режиме а место для большего количества низкочастотных по своей природе CUDA процессоров на кристалле не нашлось но случилось так как случилось и технологии многоядерной мультипоточности среди которых CUDA самая радикальная выходят на первый план и так суть архитектуры это размещение на кристалле нескольких десятков процессорных ядер с собственной памяти каждая из которых одновременно выполняет несколько сотен программных потоков и в данном случае термин нить как нельзя лучше подходит для описания одной из тысяч параллельно выполняющихся частей CUDA программы эти нити переплетаются между собой и они еще сплетены в более крупные структуры как отдельные тонкие провода в большом кабеле процессорные ядра называемые в CUDA терминологии мультипроцессорами имеют собственный доступ к глобальной памяти расположенный на видеокарте и устройством обменивается данными с центральным процессором через шину PCI-Express на данный момент всегда модно сравнивать скорость современных настольных компьютеров с суперкомпьютерами с суперкомпьютерными системами прошлого восхищаюсь с ростом производительности но архитектура настольных процессоров до самого последнего времени была максимум двух поточной ну даже не двух поточной чуть-чуть тут устаревшая но четырех шести поточной вот и даже пусть четырех шести восьми ядерные процессоры появились в изобилии на рынке двух ядерные модели тоже продолжают во все выпускаться и в этом плане куда устройство гораздо больше похоже по архитектуре на настоящий кластерный суперкомпьютер из сотен вычислительных узлов только размещенные на одном кристалле и разные элементы архитектуры взяты из суперкомпьютеров разных лет необходимо сразу отметить что программироваться это куда устройство должно по принципам настоящего суперкомпьютера с мерками программирования для персональных компьютеров к нему лучше не подходить есть два факта их можно назвать законами вычислительной техники которые составляют теоретическую основу востребовательности высокопараллельных вычислительных архитектур потребляемая мощность процессора пропорционально примерно квадрату тактовой частоты примерно степени 2,5 то есть процессор с тактовой частотой 3 ГГц потребляет больше чем 9 процессоров частотой 1 ГГц таким образом для параллельной программы энергоэффективность массы мелких процессоров будет выше в 3 раза иными словами многоядерный процессор с той же потребляемой энергией будет в 3 раза производительнее при исполнении параллельного кода второй факт уже относится к программному обеспечению и алгоритмам если задача распараллеливается то есть допускает реализацию с помощью параллельного алгоритма который может исполняться одновременно на нескольких процессорах то чем на большее количество потоков она уже распараллелена тем больше вероятность что задача может быть распараллелена на еще большее количество потоков например большое количество задач не допускает параллельной реализации многие распараллеливаются только на 2 потока а если алгоритм допускает 3 потока то весьма вероятно что он Он распараллелится и на 4, и на 5, и на 6 потоков. А если программа имеет 10 потоков, то скорее всего можно использовать и 20, и 50 нитей. А дальше больше, где 100, там и 1000. И так далее. Таким образом, если отправляться в мир параллельных вычислений, то имеет смысл бросаться как в омут с головой. Потому что после повышения количества потоков определенной величины, уже становится безразлично, сколько их. Их просто много. Такая ситуация типична для вычислительных задач с большими объемами данных, которые по своей природе, в принципе, допускают параллельный алгоритм решения. А если такого нет, то можно и не надеяться на увеличение производительности в обозримом будущем. Ибо тактовая частота современных центральных процессоров растет очень медленно. В таких случаях выгодно реализовать многопоточный алгоритм. Пусть он будет и на порядок более вычислительно затратным, все равно площади кристаллов девать некуда. И на мультипроцессорной системе такой сам по себе малоэффективный алгоритм будет работать быстрее. Но, уже имея задачу с тысячами потоков, можно заранее адаптировать вычислительную архитектуру с учетом мультипоточности. Сконцентрироваться на общей производительности программы, а не в каждой отдельной нити. Сильно сэкономим на многих традиционных архитектурных деталях. Важно также, что сконструировать низкочастотный процессор гораздо легче. Проще реализовать разнообразную сложную логику. Большинство инструкций исполняется за один такт, что упрощает планировщик выполнение инструкций и требует меньшего количества разнообразных буферов и очередей инструкций. А также упрощает и делает более удобной саму архитектуру системных команд. И пропускная способность памяти растет гораздо быстрее, чем уменьшается ее латентность. Таким образом, обеспечить данными множество низкочастотных CPU центральных процессоров гораздо проще и дешевле, чем один высокочастотный, так как он будет часто простаивать в ожидании данных из медленной памяти. Эти факты вместе взятые делают многопоточную технологию CUDA востребовательной и перспективной. Среди всевозможных компьютерных задач можно выделить три больших класса. Серверные задачи, работы с базами данных, задачи управления, например, внутренняя логика какой-нибудь компьютерной игры или симулятора, и вычислительные задачи. Архитектура CUDA в ее текущей аппаратной реализации ориентирована в первую очередь на вычислительные задачи, так называемые Compute Bound Application. Это не обязательно решение математических уравнений, это может быть и обработка изображений, и проверка ключей, и анализ строк. Но суть в том, что надо считать, считать и еще рассчитать, а не различные функции вызывать с ветвлением. Так, ну уже мы 36 минут пишем, поэтому, думаю, можно вводную заканчивать. Ну и что я еще могу сказать, что CUDA очень хорошо подходит именно для обработки громадных объемов данных, но для... Ну, как вы увидите в примерах, там будут примеры. К примеру, самый популярный пример и в CUDA на сайте NVIDIA и в этих книгах, это там сложить два вектора. Так вот, CUDA очень хорошо работает именно с... То есть, каждое ядро, каждый отдельный процессор или логическое устройство очень хорошо работает с простыми какими-то математическими опер... Ну, даже не математическими, а простыми операциями. Типа там сложение, умножение, деление. Так вот, максимальная производительность будет тогда, когда очень много, то есть, очень большой объем данных есть, и его можно распараллелить там на тысячи потоков. Одинаковых операций. К примеру, сложение. То есть, тысячи потоков будут выполнять сложение. Сложение просто разных данных, ну, будут браться разные данные по разным индексам, Но в целом это одна и та же операция. Но если вы будете создавать один поток, который будет вычислять какие-то формулы, второй поток будет что-то слаживать, третий поток что-то будет делать еще, то, скорее всего, производительности вы не добьетесь, а наоборот, только ее понизите. Куда очень хорошо подходит для обработки огромных объемов данных, которые можно распараллелить. Большой объем данных точно так же может быть какая-то картинка. Данных там много, пикселей много. Если каждый пиксель можно обработать отдельно, то куда как раз прекрасный вариант. То есть создадим столько потоков, сколько, грубо говоря, пикселей, если видеокарта поддерживает столько потоков, и произведем какие-то вычисления. И, соответственно, будет очень высокая скорость обработки данных. Ну, поэтому на сегодня все. Ждите видео. Я не обещаю, что будет много видео по Куда, так как этому нужно уделить немало времени. Так как с Куда я особо не работал, знакомлюсь точно так же, как и вы. Поэтому, если будут просчеты, недочеты или еще что-то, то прошу прощения заранее. Ну, ждите видео. Ну, их будет как минимум 2 или 3, это точно. Ну, а дальше как пойдет. Ну, а на сегодня тебе точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Что там еще надо делать? Ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.